Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Олеся Лисовская публикует фотографии с Никитой Шалюковым. Скорее всего, она хочет вызвать ревность у Вальтера Соломенцева. На недавнем ток-шоу Олесю проверили на детекторе лжи. И участники узнали неприятные новости. Оказывается, все это время девушка обманывала окружающих. Они договорились с Вальтером о том, как будут вести себя на проекте. И все это время Соломенцев следовал ее указаниям. Маша Кахно уверена, что Никита Кузнецов неравнодушен к ней. Он вместе с Дариной и Маркиной только лишь потому, что ему удобно так. На самом деле, по мнению Маши, Никите с Дариной очень скучно, не хватает страсти. Ну а Никита жалуется, что Маша достала его своей симпатией. А в субботнем утреннем эфире было шоу «Клуб веселых дураков». Команда бывших участников проекта под названием «Похмелье», в которую вошли Ермакова, Лисова, Бухун, Лукин и Должанский, проиграла команде нынешних участников под названием «Тухляки». А Мария Бухун задумалась о возвращении на проект. Она поинтересовалась у своих подписчиков, хотели бы они снова увидеть ее на Доме-2. Виталий Малышев отметил день рождения, ему исполнилось 28. Юлиана Богомолова поздравила своего парня и призналась ему в любви. Малышев ждет на острове свою любимую девушку, но он еще, видимо, не в курсе, что она флиртует с одним из новеньких участников и танцевала стриптиз на столе в общей столовой. Ваня Барзиков запускает новый спортивный проект для тех, кто хочет тренироваться вместе с ним. «Это лето мы проведем с пользой», – пишет Барзиков. Лиза Полыгалова решила стать профессиональным персональным тренером. «Она каждый день ходит на занятия. А то вы так переживали, что я ничем не занимаюсь», – пишет Лиза. Ваня нашел повод увидеться с Лизой, видимо, он хочет помириться. Он приехал к ней, чтобы забрать собачку на прогулку, Семья Салибековых закончила ремонт в своей новой квартире. Юля показала, как теперь выглядит их жилище. Она утверждает, что ремонт обошелся недорого. Саша Задойнов снимает документальный фильм о погибшем в авиакатастрофе хоккеисте. Он вместе со своей командой вкладывает свои деньги в создание фильма. Замуж вышла одна из первых участниц «Дома 2» Елена Беркова. Ее избранник – 43-летний актер Андрей Стоянов. Они расписались в ЗАГСе и обошлись без торжества в этот день. Для Елены этот брак четвертый по счету, а для Андрея – первый. У Ольги Бузовой появился еще один поклонник. Он подарил ей красивый букет и трогательное послание. И цветочная композиция такого класса из 25 роз обошлась ему в 8,5 тысяч. Еще один презент получила Бузова. Часы, инкрустированные бриллиантами, обошлись молодому человеку, чье имя Бузова держит в секрете, как минимум в полтора миллиона. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома 2» на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok